Беркут, дежурный, слушаю вас. Есть! Беркут. Официальное название подразделений милиции особого назначения при областных УМВД Украины и являющиеся украинскими наследниками отрядов милиции особого назначения ОМОН милиции СССР. В разные времена Беркут именовался батальоном милиции быстрого реагирования, подразделением милиции быстрого реагирования, отдельным батальоном милиции особого назначения. Свою яркую историю это спецподразделение ведет с декабря далекого 1988 года. Именно тогда в системе МВД УССР было отдано указание об организации отрядов милиции особого назначения ОМОН. После развала Советского Союза на базе данной штатной и материальной структуры было решено создать мобильные и мощные милицейские подразделения быстрого реагирования во всех областных центрах. Первоначально необходимость в их создании диктовалась не столько политической обстановкой в стране, только что получившей независимость в Украине, сколько крайне напряженной криминальной ситуацией. 16 января 1992 года приказ о создании подразделения «Беркут» наконец увидел свет, но фактически боеспособные подразделения сформировались только к началу 1993 года. Являясь организационно независимыми от местных отделов милиции, с момента создания и до 1997 года батальоны «Беркут» находились в подчинении региональных управлений по борьбе с организованной преступностью УБОП МВД Украины. Учитывая тот факт, что функции обмон «Беркут» фактически дублировались отделами УБОП «Сокол», то в дальнейшем «Беркут» переподчинили управлением общественной безопасности МВД Украины. На сегодняшний день батальоны «Беркут» являются резервом министра внутренних дел Украины, а на местах подчиняются областным и региональным управлением МВД. С первых дней своего существования «Беркут» вступил в борьбу с преступными элементами и вооруженными группировками, прекращал массовые беспорядки, участвовал в освобождении заложников и охранял общественный порядок во время массовых и серьезных мероприятий. В только что созданный «Беркут» брали не просто оперившихся бойцов, а лучших воинов, настоящих спецназовцев, которые свободно владели приемами рукопашного боя, отлично стреляли со всех видов оружия, прошли службу в вооруженных силах, спецподразделениях пограничных внутренних и воздушно-десантных войск, побывавших по долгу службы в горячих точках бывшего СССР и всего мира. Служить в «Беркуте» уже означало быть лучшим. Новое формирование навсегда закрепило за собой имя элитного спецподразделения, сотрудники которого обладают высокой степенью мобильности и за считанное время могут попасть в любую точку региона. Личный состав имеет разную специализацию от снайперов и альпинистов, способных выполнять штурмовые операции на высотных сооружениях и зданиях, токенологов и пловцов, подготовленных для освобождения судов разного водоизмещения. Одним словом, это универсальные солдаты. За годы существования в спецподразделении менялись не только сотрудники, но и задачи. Отдельными приказами расширялся и изменялся их вид. На сегодняшний день «Беркут» охраняет общественный порядок в местах со сложной криминальной обстановкой, охраняет общественный порядок при проведении массовых мероприятий, охраняет общественный порядок при возникновении чрезвычайных ситуаций, пресекает групповые хулиганские проявления и массовые беспорядки, производит задержания особо опасных вооруженных преступников, освобождает заложников, охраняет важных свидетелей, выполняет силовое обеспечение операций милиции. Спецоперация в городе не обходится без нашего присутствия. Начиная из штурмовой операции при входе в здание помещения, заканчивая задержанием особо опасных преступников. Каждый день возникает необходимость задействования наших бойцов. Такие операции проводятся только самыми подготовленными, самыми профессиональными сотрудниками. Каждый из них готов к тому, чтобы выполнить задачи на 200%. Операции такого масштаба под грифом «секретно». Поэтому все, что там происходит, происходит в масках со всеми необходимыми средствами соблюдения конфиденциальности. Информация разрушается только с разрешения начальника ОВД. Служба в Беркуте засчитывается год за полтора. Поэтому 12 календарных лет службы в спецназе и армия позволяют бойцу уйти на заслуженную пенсию. Но чтобы попасть на службу, нужно иметь за плечами не только армейский опыт, но и богатырское здоровье, позволяющее на отлично подтягиваться 16 раз, бегать 3 км за 11,5 минут, бегать 100 метров за 13 секунд и отжиматься от пола 70 раз. Кроме того, будущий боец проходит спарринги с несколькими условными противниками, где показывает свой боевой дух, характер и готовность к работе в экстремальной ситуации. Физическая подготовка и постоянная работа над собой в спортзалах и тирах являются неотъемлемой частью профподготовки беркутов. Так как наша служба связана с охраной общественного порядка и борьбой с преступностью, рукопашному бою в нашей службе уделяется особое внимание. Так как в отличие от армейского рукопашного боя, наша задача задержать преступника, а не уничтожить его. Поэтому физическая подготовка, технический уровень бойцов должен быть соответствующий. У нас практикуется работа против нескольких противников, против вооруженного, огнестрельным, холодным оружием. Также рукопашный бой – это хорошая практика для того, чтобы выковать характер. Психологическую подготовку человек должен пройти хорош. Нагрузки изначально ставят высокие, соответственно, да, бывают небольшие травмы. Но это все временно, все проходит. После этого в строй возвращаются с новыми впечатлениями. Говорят, есть к чему стремиться. Поэтому ничего страшного нет. Обычная практика. В Беркуте наряду с мужчинами служат представительницы прекрасного пола. Они также принимают участие в спецоперациях, бегают с автоматами, стоят в спаррингах. Никаких послаблений. Мы работаем на одном уровне с мужчинами. У нас в подразделении девушек немного, но уровень занятий, уровень того, как мы ездим, на содержание опасных, особо опасных преступников нет никаких различий. Состав батальонов Беркут в зависимости от региона может варьироваться от 51 до 600 человек. Севастопольский насчитывает более девяти десятков отменных бойцов. В нашем батальоне много ветеранов, много милиционеров, которые проходили, участвовали в миротворческих миссиях, отправлялись в заграничные командировки. Имеют и спортивные достижения разные. Например, рот насчитывает около 20 профессиональных спортсменов. У нас 18 мастеров спорта, 15 кандидатов, преимущественно это единоборство, прикладная стрельба. Подразделение Беркут является действительно элитой милиции. Учитывая специфику работы, батальоны располагаются в областных центрах, в отдельно стоящих зданиях с собственной территорией, имеют свой автопарк и некоторое количество бронетехники. Интересен тот факт, что первоначально 80% всех баз Беркута в нашей стране находились в аварийном состоянии и приводились в порядок силами своих сотрудников. Милицейский спецназ Севастополя не стал исключением. В 1999 году нас выделили в отдельное подразделение из патрульно-постовой службы и выделили нам отдельное помещение, которое было в аварийном состоянии, которое силами работников приводилось в порядок, ремонтировалось в свои выходные. Что-то собиралось, что-то приносилось по крупиночке. Благодаря всем командирам где-то что-то делалось, благодаря чему мы существуем так, как мы сейчас существуем. Малиновые и краповые береты Одежда сине-зеленого цвета с голубыми беретами. В дальнейшем был избран летний городской камуфляж и краповый берет, который одно время выдавался всему личному составу без исключения. Исправили эту ошибку сами бойцы Беркута. Следуя традициям специальных частей, многие из них стали самостоятельно сдавать необходимые нормативы на право ношения крапового берета. И уже в середине 2000-х годов эта процедура была узаконена приказом министра МВД. В настоящее время краповый берет имеют право носить только сотрудники, успешно прошедшие специальные испытания. В то же время основным головным убором сотрудников Беркута, как и в специальных подразделениях внутренних войск, является малиновый берет. Основная задача уже сотрудника, который имеет право ношения крапового берета, он уже как автоматически становится наставником. То есть старший товарищ, брат, которому подходят, обращаются, помогают, он должен во всех отношениях быть как бы первым, быть стойким ко всему. Ну службу я начал с 93-го года, начинал служить в спецподразделении быстрого реагирования СОБР Российской Федерации. Там же сдал на краповый берет практически с третьего раза. Два раза у меня не получалось. Третий раз удалось все-таки сдать на краповый берет. Это, как бы сказать, символ чести, мужества, стойкости, отваги. Почему он краповый? Потому что цвет крови, который зарабатывается потом и кровью. Этот краповый берет. Не жалею, что сдал. Горжусь этим. За время существования Беркута в Севастопольском регионе сменилось немало командиров. Сегодня универсальными солдатами руководит Колбин Сергей Николаевич. Как и предыдущие командиры, он истинный фанат своего дела, уделяющий еще больше внимания подготовке бойцов и продолжающий динамичную историю элитного спецподразделения, чтя традиции Беркута и пользуясь заслуженным уважением своих бойцов. За период существования подразделения возглавляли семь командиров. Семь командиров. Я восьмой по счету. Приятно, когда предыдущие командиры приезжают, можно пообщаться, делиться опытом. Мне работа в строевом подразделении милицейском, в подразделении специального назначения была близка. Подразделение непростое. Подразделению приходится существовать, выживать и выполнять свои задачи по охране общественного порядка в непростом политизированном городе. Мы задачи выполняем на должном профессиональном уровне, соответствующими показателями. Я думаю, что руководству управления в Министерстве внутренних дел в городе Севастополе не будет стыдно за наше подразделение. Не будет стыдно за то, как мы работаем, как мы воспитываем. Стараемся, естественно, держать марку города. Хочется выразить слова благодарности всему личному составу подразделения, ветеранам, которые поддерживают подразделение, помогают подразделению в столь нелегкое время. Мы действительно делаем нужную для города, нужную для Украины работу, полезную работу. Являемся действительно надежным щитом и на пути наркомании, и на пути преступным элементам в городе. Хочется заверить, что мы не подведем. Сегодня отработанные до мелочей действия и высокий профессиональный уровень позволяют успешно проводить наиболее сложные специальные мероприятия. Помогает и «Арсенал». На вооружении «Беркута» не только традиционный ПМ, «Форд», пистолет Стечкина или автомат Калашникова, но и различные виды спецсредств и холодного оружия, светошумовые и слезоточивые гранаты. Отработка приемов их использования практически ежедневна и направлена в первую очередь на быстрое и точное поражение цели в случае, если возникнет необходимость применения оружия. Хотя главная задача заключается в том, чтобы нейтрализовать преступников без его использования, не создавая угрозы опасности, не вызывая какого-либо беспокойства среди окружающих. Кругу профессионалов в спецподразделении всего мира подобная практика – правила хорошего тона и признак истинного профессионализма. По краю лезвия «Беркута» ходят ежедневно. Зачастую уровень адреналина в крови просто зашкаливает. Служить бывает страшно даже опытным. Но чтобы вернуться домой живыми, необходимо помнить не только о личной безопасности. Бойцы «Беркута» несут ежедневную, нелегкую службу. Проводят совместные учения со спецназами других подразделений и ведомств, например, «Альфой» и «Соколом». Периодически направляют сводные отряды своих батальонов в длительные командировки по регионам Украины. В столицу страны, где бойцы несут службу по охране общественного порядка в периоды напряжения политической обстановки. А еще универсальные солдаты в милицейских погонах довольно часто участвуют в миротворческих операциях. Существуют специальные оборы для того, чтобы попасть в миссию международную. То есть физо, рукопашная, дневная подготовка, масса экзаменов. Только после этого лучший из лучших попадает в естественную наработку. Моя миссия проходила в Косово. Нашей обязанностью входило обеспечение мира непосредственно на территории Югославии бывшей. Охрана общественного порядка, помощь временной полиции, которая находится на территории Косово. Как мы ранее говорили, собирается только профессионал от лучших из лучших. Поэтому есть чем меняться, есть чем делиться. Опыт, конечно, больше там получаем, нежели здесь. Здесь мы работаем своим коллективом, а там, естественно, коллективы разные. Ну и из других стран тоже там люди. Поэтому с ними тоже общались, менялись. То есть брали лучше у них. Война есть война. Страшно, бывает? Ну, вообще-то да, бывает. Бывает. Сотрудники спецподразделения милиции особого назначения «Беркут» – это особый дух, особые навыки, особые требования и особый риск. Одно его существование является важным сдерживающим фактором для преступности. И хотя служба в «Беркуте» отличается от всех остальных большим количеством командировок, работая в вечернее время на открытой местности, при любых погодных условиях, значительными физическими нагрузками и связанных с риском для здоровья и жизни, она является престижной и элитной. Бойцы «Беркута» с честью носят камуфляж и шевроны спецподразделения. Душу Богу, жизнь, Родине, честь никому. «Беркут», дежурный, слушаю вас. Есть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...